Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Из Сочи в китайский Чэнду направлена партия медицинских масок. А что с эпидситуацией на курорте, рассказали в Роспотребнадзоре. Транспортной полиции 101 год. Сотрудников сочинского ведомства сегодня поздравил глава города. Арам Хачатурян и композиторы армянской пятерки им на фестивале искусств посвятили и конференцию, выставку и концерт. Краснодарский край вошел в состав российской бизнес-миссии под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Венемин Кондратьев прибыл в Берлин, чтобы презентовать промышленный потенциал региона. О сотрудничестве с европейским бизнесом говорили на заседании Восточного комитета германской экономики. В прошлом году организацию возглавил Оливер Хермес. Мы надеемся определить ряд совместных проектов и приступить к их конкретной реализации. Мы видим, что Россия нацелена на увеличение местного производства и экспортной деятельности. Есть весь потенциал для сотрудничества. Восточный комитет германской экономики через два года, уже будет 70 лет, как укрепляет и развивает российско-германские торговые и экономические отношения. И мы абсолютно искренне и высоко ценим работу вашего комитета по выстраиванию диалога между нашими странами. Германия сегодня стратегический и надежный европейский партнер Кубани, активно инвестирующий в экономику региона. Только за последние три года взаимный оборот между Краснодарским краем и Германией составил около 900 миллионов долларов США. Объем промышленного экспорта Кубани составил порядка 1 миллиарда долларов ежегодно. Об этом сегодня рассказал глава региона на встрече с представителями крупнейшей ассоциации закупщиков Германии. Металлообработка, выпуск сельхозтехники, станков, а также производство стройматериалов и удобрений. Свою промышленную продукцию край поставляет в более чем 20 стран мира. Однако доля экспорта в Германию пока невелика. Менее 10 процентов, отметил губернатор. Бизнес Краснодарского края готов к экспорту, потому что мы сегодня на самом деле научились производить достойную продукцию, за которую не будет стыдно, в том числе и на европейском рынке. Мы научились быть гибкими. Бизнес Краснодарского края научился быть в рынке. На рынок нужно очень быстро отвлекаться, нужно быстро маневрировать. Поэтому, исходя из запроса интереса того или иного бизнеса, немецкого, мы можем скорректировать то или иное производство под именно этот интерес и с этого начать. Поэтому, еще раз подчеркиваю, сегодня промышленность края достаточно гибкая. Достаточно гибкая, поэтому для нас принципиально важно сегодня рассматривать вопрос о расширении рынка сбыта. Поставляем в Италию, в Великобританию, в Германию. За последние два года экспорт составил более 1 миллиарда долларов США. Потенциал у вас в регионе есть. Надо внимательно посмотреть. И мы бы через этот процесс идентифицировали именно те фермы, которые могли бы как поставщики быть не только в Германии, но и для локальных производителей. Делегация Кубани подготовила для закупщиков каталог, где указан полный список производителей экспортной продукции. Вениамин Кондратьев также пригласил представителей немецкой ассоциации в Краснодарский край, чтобы они смогли посетить крупнейшие промышленные заводы и комбинаты региона. Увеличить господдержку производителям мяса и молока до 2 миллиардов рублей планируют краевые власти. Об этом аграриям сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в День животноводства. Праздник отмечают в регионе уже второй год. В Краснодаре собрались лучшие зоотехники, ветеринари, доярки, фермеры. Они получили региональные награды, а трое чемпионов, профмастерства – новые автомобили. О том, как в крае удалось выйти на рекордный показатель надоя молока, расскажет Татьяна Говоркова. Внимание фотографов и телекамер для этих людей непривычно. О своей работе не кричат, но именно они – звезды кубанского сельского хозяйства. Я техник искусственного осеменения, получили телят на 100 коров. Конечно, очень приятно, что ценят наш труд и вообще. Конечно, приятно. Многие из фермеров на таком празднике впервые, хотя День животноводов в Краснодарском крае отмечают второй год подряд. Какого-то особенного секрета, чтобы тебя назвали лучшим – нет. Главной формулой успеха, как десятки лет назад, остается упорный труд. У коров или кроликов нет ни праздников, ни выходных, рассказывает Людмила Команова. Поэтому каждый день она рядом со своими подопечными. На новой ферме в станице Дядьковской с каждой буренки за год получили около 9 тонн отборного молока. Не просто, я вам скажу, заниматься этим, но очень интересно. Я сколько себя помню, со своего детства моя жизнь проходила рядом с животными. Поэтому наша семья приняла решение заниматься животноводством. И мы все с любовью относимся к животным и делаем для них все возможное, чтобы было комфортно находиться у нас и зимой, и летом. В зале и мелкие фермеры, и работники крупных холдингов. В этот день все равны – и директор, и обычная доярка. Объединяет их любовь к труду и желание накормить мясом и напоить молоком не только родной регион, но и всю страну. Поздравить животноводов и сказать им спасибо приехал губернатор. Вениамин Кондратьев заметил, что именно благодаря людям в зале животноводство за последние 30 лет возродилось из полного упадка. День животновода – это праздник, который плотно, неразрывно связан с нашей историей, нашими традициями, укладом жизни. За 30 лет животноводство пережило разное. И вы вместе с ним. Многие из вас вспомните 90-е годы. Откровенное разорение, уничтожение ферм. И благодаря опять-таки вам мы все равно говорим не о возрождении сегодня животноводства на Кубани, а пусть может быть не такими темпами, но его устойчивым развить. Уважаемые животноводы, хочу сказать вам слова благодарности за ваш труд. Ведь животноводство – это образ жизни. На самом деле без выходных, без праздников – это большой труд. Огромный труд, который вы вносите и в жизнь там, где вы живете, и в целом в развитие нашего большого, сильного, мощного агропромышленного комплекса Крестовского края. Спасибо вам за это. Праздникам! Сегодня в крае динамично развиваются 10 направлений животноводства. Все больше открывается хозяйство редкого профиля. Край может похвастать 35 тысячами норок и соболей. Значительно улучшилось положение дел и в коневодстве. Например, ферма из Павловского района стала абсолютным лидером среди хозяйств России по количеству побед в скачках. Не отстают и заводы из других регионов. Мы расположим в Лавинском районе. Выступаем на соревнованиях, на скачках уже на протяжении 16 лет. Не так много племенных хозяйств в Крестовском крае по коневодству, поэтому я думаю, что 5 или 6. Но приятно хотя бы из них быть лучшими. Но все-таки ведущей отраслью остается производство говядины и молочное животноводство. В регионе только молока получают почти полтора миллиона тонн. Средний надой с одной коровы больше 8 тысяч килограммов. И это на тонну выше общероссийского показателя. Такие результаты, конечно, сложно было представить без государственной поддержки, которая станет еще больше. Субсидии фермерам – это стратегические инвестиции, уверен Вениамин Кондратьев. Все меры государственной поддержки и виды, которые были в прошлом году, в этом году будут сохранены. Это гарантированно. И объем государственной поддержки животноводства будет увеличен двое. Примерно 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это на данный момент времени. Но я думаю, по ходу исполнения бюджета объем господдержки будет увеличен до 2 миллиардов рублей. Это только животноводство. В целом, объем государственной поддержки сельского хозяйства в крае – 8,5 миллиардов рублей. Мы инвестируем в жизнь на селе тем, кто умеет работать на земле, кто создает новые рабочие места, переработку, добавленную стоимость, налоги. Для развития села там должна работать эта государственная поддержка по-настоящему работать. Друзья, на Кубани она работает. Спасибо вам за это. Принят закон о развитии животноводства в Краснодарском крае, который позволяет существенно увеличить финансирование производства мяса у нас в регионе. Прошла зеленая неделя в Берлине, где было подписано соглашение о создании на территории Краснодарского края селекционного племенного центра, который, я уверен, даст новый импульс развития животноводства в нашем регионе. Отрасль животноводства сегодня серьезно обновилась своими кадрами. Молодежь осознанно остается на или возвращается туда после обучения. Способствует этому в том числе развитие инфраструктуры, строительство современных больниц и школ, открытие фельдшерско-акушерских пунктов. Для того, чтобы сделать в куторах и станицах комфортные условия для жизни, разработано сразу несколько программ. Нам принципиально важно, чтобы животновод в целом аграрий на селе был. Главное, чтобы молодежь не уезжала из села. Вот что сегодня очень важно. А если уехала, поучилась и вернулась. Поэтому для меня принципиально важна жизнь населения. Программа и федеральная, и краевая после финансирования комплексного развития сельскохозяйственных территорий, она должна стать одной из приоритетных. Должно быть комфортно. Конечно, это в совокупности образование, и школы, и медицина, и досуг. Молодым и опытным ветеринаром, да ярким зоотехникам губернатор Краснодарского края вручил региональные награды. Грамоты и дипломы получили больше 60 человек. А лучшие из лучших уехали из Краснодара домой на новых автомобилях, чтобы успеть проверить, все ли хорошо у их буренок, гусей, лошадей и других подопечных. Беговые дорожки международного уровня и современные общественные пространства на Кубани продолжают развивать социальную инфраструктуру небольших населенных пунктов. В Тимошевске провели реконструкцию местного стадиона, а в небольшом поселке Венцы появилась новая площадь. Все объекты были на личном контроле губернатора края. Стены были облуплены, трибуны после снятия деревянных скамеек имели неприглядный вид, а на данный момент наш стадион выглядит вот так. Нелегкое прошлое стадиона «Колос» в Тимошевске осталось только на фотографиях. Директор комплекса Александр Шкарупа показывает, в каком состоянии находилась арена. Эта спортивная площадка самая крупная во всем районе. Построили ее в 1961 году. До недавнего времени зрителям приходилось сидеть на деревянных скамейках, а атлетам рисковать своим здоровьем. Раньше здесь было бетонное покрытие. Это было очень травмоопасное мероприятие. Люди получали травмы. Сейчас уже совсем другой уровень покрытия. Резиновое, высокого качества, сертифицированное на международном уровне. Новое покрытие одним из первых на себе проверил Владимир Анисимов. Благодаря ему, в общем-то, и состоялась масштабная реконструкция стадиона. Именно он на приеме граждан рассказал губернатору о разрушающейся спортивной арене. После поручения Вениамина Кондратьева нашлись и деньги на реконструкцию. Капитальный ремонт обошелся в 40 миллионов рублей. Зато теперь на стадионе «Колос» есть секторы для прыжков в длину и высоту, современное футбольное поле и шесть беговых дорожек. Вся так пошел. И вы бегаете два километра? Нет, это я для пробы, а вообще-то больше. Здоровым образом жизни в Тимошевске теперь заражены, кажется, все – от школьников до пенсионеров. Скоро на площадке появится отдельная зона с тренажерами для сдачи нормативов ГТО. После ремонта время работы стадиона по просьбам людей пришлось увеличить – с пяти утра до десяти вечера. Внимание! Марш! Выше поднимаем! Спортивные объекты, зеленые зоны, общественные территории, развитие социальной инфраструктуры остаются главной задачей для всех уровней власти в регионе. Комфортные условия создают не только в крупных городах, но и в отдаленных небольших станицах и хуторах. В поселке Венцы, где проживают около четырех тысяч человек, появилось новое общественное пространство. Всего за полгода после поручения главы региона здесь появилась уютная площадь для отдыха местных жителей. Они и попросили Вениамина Кондратьева во время его визита в Гулькевичский район помочь ускорить работу. За последнее время наш Гулькевич очень изменился. Благоустройство очень красивое. И нам приходится внучек возить сюда отдыхать. Мне бы хотелось, очень бы хотелось узнать, как это все произошло. Поинтересовалась у родственников, говорят, вступают в программу. Хотелось бы, чтобы и в нашем поселке Венцы было так красиво. Венцы Заря, там будет выделена самая большая сумма средств на благоустройство средств порядка 16 миллионов. Я думаю, что это будет один из лучших мест отдыха. Где инициативный глава, там программы работают. А где не инициативный глава, безразличный. Даже самые большие программы, реальные программы, наполненные деньгами, не работают. Люди. Люди на самом деле уходят на первый план в любой проблеме, ее решении. Люди. И на первую очередь и президент ставит задачу. Максимально на комфорт жизни, на людей. Понятно, оборона, понятно, промышленность собственная должна опять быть. И тяжелая, индустрия. И в целом, тем не менее, жизнь людей – это самые защищенные статьи в российском бюджете, в федеральном краевом. Площадь около Дома культуры для селян теперь самое популярное место. Очень сильно преобразилась. Она стала намного чище, намного интереснее. Будем, конечно же, ждать теперь еще весны, чтобы расцвели наши новые деревья и кустарники. Я думаю, здесь будет вообще очень прекрасно и красиво. Предыдущая площадь, конечно, была немножечко, ну, уже устаревшей, можно так сказать. Плитка была страшненькая. Поручения губернатора, работы по которым еще не завершены, записаны в специальные контрольные карточки. И не снимутся с учета, пока все обещания, данные чиновниками, не будут выполнены. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну, а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok В Чэнду направлена партия медицинских масок в связи со вспышкой в Китае коронавируса. Сочи и Чэнду являются официальными городами-партнерами и взаимодействуют в том числе по линии здравоохранения. В начале февраля администрация Сочи получила письмо из Китая с просьбой рекомендовать российских поставщиков для закупки медицинских масок. Мэрия курорта подготовила список компаний, с которыми партнеры из Китая могут начать сотрудничество. И направила в качестве гуманитарной помощи партию масок. Ну и в продолжении темы коронавируса и других инфекций. Об эпидемиологической обстановке в Сочи нам сегодня рассказала эксперт Роспотребнадзора Людмила Мишина. Коронавирусная инфекция относится к опасным инфекционным болезням и по опасным инфекционным болезням мы ведем постоянную работу. У нас разработан план, который мы обновляем ежегодно, схема взаимодействия с различными организациями. Город готов. Если вдруг что-то случится и произойдет какой-то завоз, у нас все мероприятия отработаны. Если человек попадает в инфекционную болезнь с признаками какими-либо острых респираторных вирусных инфекций или с температурой, то тогда его и есть в анамнезе контакт с больным, до таких еще не было, или просто пребывание в Китайской Народной Республике, тогда его обследуют на коронавирус. В целом, в Сочи ситуация с ОРВИ и гриппом стабильно, рассказали в Роспотребнадзоре. Заболеваемость не превышает средних многолетних показателей и ниже прошлогодних в два раза. Сегодня в неделю в Сочи регистрируют порядка 500 случаев ОРВИ и около 20 гриппа. Для сравнения, в прошлом году регистрировали около 700 случаев ОРВИ в неделю и порядка 35 гриппа. 101 год исполнился транспортной полиции. Сотрудникам сочинского ведомства, которые обеспечивают безопасность на вокзалах, в аэропорту и морском порту города, сегодня вручили награды, а некоторых полицейских повысили в звании. Авиадебоширы, нарушители общественного порядка в аэропортах и на вокзалах, мелкие карманные воришки. Все они попадают в поле зрения сотрудников транспортной полиции, одного из старейших подразделений правоохранительной системы страны. Сегодня службе 101 год. В сочинском линейном управлении МВД на транспорте, как и в любом органе внутренних дел, есть и следствие, и дознание, уголовный розыск, отделение охраны общественного порядка, отделение по делам несовершеннолетних, кинологическая служба. Но есть и особенность – отделение по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Мне хотелось бы обратиться к ветеранам, к действующим сотрудникам и сказать слова благодарности за ту службу, которую они несут на транспортных магистралях города Сочи. Хотелось бы пожелать, конечно же, здоровья, крепости духа, профессиональной милицейской удачи и полицейской теперь уже. Дорогие действующие сотрудники, хотелось бы вам пожелать, чтобы количество выхода у вас на службу равнялось благополучному возвращению вас домой в семью. Более 10 лет прохожу службу в этом управлении. Коллектив наш маленький, но очень сплоченный. И самое ответственное, наверное, это прежде всего охрана общественного порядка, именно граждан, прибывающих в наш город, отдыхающих в нашем городе. Органы внутренних дел на транспорте решают те же задачи, что и полиция. Однако в специфических условиях работа транспортных полицейских рассредоточена по объектам железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Лучшим из них сегодня вручили награды, в том числе поздравительные адреса главы города Сочи. Вы обеспечиваете и безопасность, и логистику, и все, что связано с ней. Каждый человек, который находится на ваших объектах, он чувствует себя всегда комфортно, понятно. И логистика, и навигация, которая создана вами, и работает как часовой механизм, всегда без сбоев. Сегодня транспортной полиции 101 год. С годами приоритеты не изменились. Это повышение уровня раскрываемости преступлений и обеспечение безопасности на транспорте. Инга Агабешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 18 февраля 1945-го погиб самый молодой генерал армии СССР Иван Черняховский. От тяжелого ранения, полученного на поле боя в Восточной Пруссии, 18 февраля 1945-го скончался командующий 3-м Белорусским фронтом генерал Иван Черняховский. Похороны состоялись в Вильнюсе, которые освобождали войска Черняховского. Ему было всего 38 лет. Тем временем в Бранденбурге, южнее города Шверин, нашими войсками был блокирован долговременно опорный пункт немцев. Он состоял из 30 железобетонных оборонительных сооружений. Противник капитулировал. В плен сдались 1245 солдат и офицеров. За 18 февраля на всех фронтах подбито 117 фашистских танков. Тем временем паническое бегство немцев из Берлина приняло колоссальные размеры. Там перестали уже восстанавливать разрушенные бомбардировками строения. В это же время в ответ на просьбу польских властей помочь восстановить Варшаву, СССР направляет туда экспертов для создания плана восстановления. Также решено взять на себя половину расходов по реконструкции районов польской столицы. Американские газеты в это время пишут, что никак не могли предвидеть той стремительности, с какой наступает Красная Армия. Победу в Будапеште сравнивают с победой в Сталинграде. Но наступая, советские войска стараются бережно относиться к монастырям и храмам. Об этом свидетельствует письмо румынского патриарха Никодима. Он благодарит советское правительство за то, что бойцы сберегали старинные здания и имущество храмов не только во время атак. От бесчестия спасали и монахинь, выставляли караулы у стен монастырей. А курорты Крыма и Кавказа готовятся принять фронтовиков и тружеников тыла. Восстановлены санатории в Ялте, Алубке, Ливадии. Большие работы ведутся в Сочи. На Мацесте оползень повредил больную лечебницу. Теперь корпус активно восстанавливают. Начал действовать институт имени Сталина с клиническим отделением на 150 коек. Завершается ремонт Кавказской ривьеры. 18 февраля – день рождения главного маршала бронетанковых войск, героя Советского Союза Амазаспа Бабаджаняна. На фронте действовал с июля 41-го года. В ходе московской битвы командовал стрелковым полком. В августе 42-го был назначен командиром механизированной бригады 1-й танковой армии. Принимал участие в Курской битве. За умелое руководство 20-й гвардейской бригады и успешное форсирование ею в числе первых реки Днестр за личное мужество Бабаджаняну было присвоено звание Героя Советского Союза. Также он принимал участие в освобождении городов Восточной Германии. После войны Бабаджанян продолжил свою военную карьеру. Также в этот день, 18 февраля, погиб символ несгибаемой воли и стойкости генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. В августе 41-го при попытке выйти из окружения он был тяжело контужен в бою в районе Днепра. В бессознательном состоянии захвачен в плен и брошен в концлагерь. Был одним из активных руководителей лагерного движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен Дмитрий Карбышев в числе других заключенных всего около 500 человек был облит водой на морозе и погиб. Арам Хачатурян и композиторы армянской пятерки. Концерт под таким названием прошел накануне в Сочи в рамках Зимнего международного фестиваля искусств. Перед началом концерта в фойер Ганнавазала развернулась фотовыставка из собрания Ереванского дома-музея Арама Хачатуряна. Гости познакомились с именами известной армянской пятерки. Это композиторы, родившиеся в 1920-21 годах. Александр Арутюнян, Арноба Баджанян, Эдвард Мирзаян, Лазарь Сарьян и Адам Худаян. На выставке вы можете ознакомиться с материалами, с фотографиями, которые представлены музеем Арама Хачатуряна, где можно проследить за профессиональными личностными, так сказать, взаимоотношениями Арама Хачатуряна и более молодого поколения композиторов, которые стали последователями его композиторской школы. Камерная музыка армянской пятерки и переложение фрагментов театральных и балетных сочинений прозвучали в исполнении известного трио имени Арама Хачатуряна. Это пианистка Армине Григорян, скрипач Карен Шахгалдян и виолончелист Карен Качарян. Напомню, Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи с 12 по 23 февраля. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56 кнопке и телепакетах «Билай» на 76. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова